В прошлом видео я рассказал негативный сценарий развития событий на 2022 год, который, так сказать, все то плохое, что может случиться в грядущем году. Но я надеюсь, что всего этого не произойдет, а события будут идти по самому благоприятному сценарию. Я в это верю, я в это надеюсь. Ну, а каковы факторы и на чем основываются мои надежды сейчас в этом видео. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, я по натуре оптимист и очень хочется верить, что все будет хорошо. И давайте перечислим факторы, которые позволяют верить в лучшее. Ну, смотрите, прошедшие два года у нас ознаменовались пандемией коронавируса и глобальными локдаунами, которые в марте 2020 года привели к резкому падению фондового рынка. В соответствии с действующей доктриной экономической все начали снижать ставки, прежде всего ФРС США. Все, кто мог снизить ставки, снизили. Это не помогло. И они включили печатный станок в соответствии с той же самой действующей доктриной и начали печатать деньги. Ну, почему они начали печатать деньги? Во-первых, стали вводить локдауны правительства для того, чтобы бороться с распространением коронавируса, с пандемией, чтобы замедлить рост заболеваемости. Соответственно, были введены локдауны, то есть перекрыты сначала границы, сначала были перекрыты авиасообщения, значит, упали резко туристические маршруты, упали все, что связано с туризмом, были закрыты увеселительные всякие мероприятия массовые, то есть концерты массовые, были отменены массовые спортивные мероприятия, были закрыты кафе и рестораны, а для того, чтобы люди не потеряли в своих доходах, они стали, ну, правительство развитых стран стало платить людям деньги, а в других странах, ну, по-разному, по крайней мере, у нас не стали платить деньги. И, кроме того, правительство стало для того, чтобы предотвратить падение фондового рынка, который, в общем-то, начал падать из-за локдаунов, падала нефть, падало все, и, соответственно, правительство ввело программу КУЕ, что это значит? Это значит, они печатают деньги и выкупают госдолг США, например, и, ну, свои обязательства государственные, что на фондовом рынке, что привело к вливанию денег, то есть они же появляются на фондовом рынке, куда эти деньги идут? Люди не торопились тратить эти деньги, потому что они ожидали еще худшего, потому что, ну, всего можно ожидать, люди в это время склонны к сбережениям, к ожиданиям худшего, соответственно, люди вкладывали деньги в фондовый рынок, а так как КУЕ – это выкуп государственных облигаций на фондовом рынке, тоже деньги появляются на фондовом рынке, и в результате, по-моему, осени 2020 года, рынок непрерывно рос. И мы наблюдали прямо вот дикий рост рынка, с одной стороны, а с другой стороны, ну, все понимают, что когда печатаются деньги, не обеспеченные ничем, то это ведет к увеличению государственного долга и к возможности возникновения инфляции. Поэтому очень четко следили за тем, чтобы, ну, инфляции не было, а ее нет, что, в общем, так сказать, позволило просто врубить станок на полную мощность и продолжать печатать деньги, и вообще все классно, казалось, что это будет без конца. Кроме того, для того, чтобы бороться с пандемией, правительство, как я уже сказал, ограничивали общение людей, и в ряде стран очень даже это понравилось, потому что можно было ограничить и протестную активность, что очень здорово. То есть, ну, в нашей стране, в частности, это по полной схеме, значит, запретили всякие протесты и так далее, всех законсервировали. Тоже очень здорово, это очень было приятно, потому что, ну, можно было под эту гребенку, значит, побороть всю протестную активность. Но, как бы, недовольство граждан, в принципе, имело место быть, и все правительства начали пытаться разработать вакцину, опять же, для того, чтобы побороть эту пандемию. И, как бы, мы помним, что первая страна, которая сделала вакцину, это Россия, спутник ВИ, но, как всегда, все отнеслись, конечно же, с недоверием, потому что, ну, Россия чем известна? Тем, что в России всегда могут подтасовать данные, и, в общем, доверия к российским разработкам нет, потому что, так сказать, и допинги и так далее, и подтасовки с выборами. Поэтому, в общем, даже население России не очень доверяет, и поэтому российский спутник ВИ не был признан. И, кроме того, есть еще интересы, не забываем, фармацевтических крупных компаний, там, в частности, в первую очередь, Pfizer, которые, ну, в общем, так сказать, не рады появлению новых игроков на рынке. И, конечно же, они тоже стали разрабатывать свои вакцины, которые, значит, они тоже разработали. И оказалось, вот сейчас уже по итогам, что вакцина от Pfizer ничуть не лучше, чем вакцина спутник ВИ по статистике, по применению, по результатам, но, тем не менее, Pfizer, естественно, Всемирной Организации Здравоохранения, моментально был рекомендован к применению, а спутник ВИ до сих пор еще никак не признается в качестве вакцины в развитых странах. Ну, то есть, идет такое вот бодание, потому что, ну, кому охота делиться фармацевтическим рынком и деньгами, естественно. И все еще усугубляется тем, что, например, Россия очень здорово, так сказать, разработала, да, действительно, это удалось, вакцину, но при этом, как всегда, Россия не может наладить массовое производство вакцины. И села в лужу с Аргентиной, когда заключили договор на поставки вакцины и просто волосились, то есть, мы не смогли просто обеспечить вторую дозу, чем сильно разозлили, в общем, сказать, и уступили рынок Pfizer, тому же, хотя и Pfizer тоже не справлялся, были нюансы, но это, на самом деле, конечно же, об этом не так сильно сообщалось. Вот. И к чему это привело все? К тому, что, ну, правительства стали требовать вакцинироваться всех буквально для того, чтобы повороть вот эту вот пандемию, во-первых, а, во-вторых, это спонсировали, наверное, фармкомпании. И в результате возникает движение антиваксеров. И люди, которые протестуют против вакцины, они настроены крайне, в общем-то, агрессивно. Не только у нас, и во всем мире, у нас особенно, на самом деле, много антиваксеров, которые, как ни странно, это в основном электорат Путина, который, в общем-то сказать, ну, не хочется злить, с одной стороны, потому что и так уже падает популярность. И во многих странах происходит протесты против вакцин. Вот последний случай с Джоковичем в Австралии. То есть, как бы, это очень-очень все громко и болезненно. Но что оптимистичного есть? В конце прошлого года появляется ряд факторов. То есть, появляется, во-первых, дикая инфляция, наконец-то, возникла в Соединенных Штатах. И вот сейчас я прочитал сообщение, что 7% годовых – это неслыханная инфляция. И поэтому, значит, это первый фактор, который, ну, с одной стороны, положительный, с другой – отрицательный. И второй фактор – появились новые штаммы коронавируса. И последний штамм – это омикрон, который жутко в разы более заразный, чем все предыдущие, но при этом в разы менее болезненный, менее вредный. К чему это все приведет? К тому, что в ближайшие месяцы-два буквально весь мир, абсолютно весь мир, все население Земли, переболеет вот этим новым штаммом омикрон. И это не вызывает повышенного количества госпитализаций. И поэтому, в общем-то, сказать, все примирятся. То есть омикрон станет естественной вакциной и неважной. Вы за вакцину или против. Вы все как бы вакцинируетесь, причем в очень короткий срок, что очень важно. То есть все население Земли приобретет антитела и приобретет иммунитет к коронавирусу. При этом омикрон жутко агрессивный, поэтому он вытесняет все остальные штаммы. И поэтому, в общем, коронавирус становится абсолютно безобидным, собственно говоря. И я повторяю, это оптимистичный прогноз. И в результате ВОЗ наконец-то утвердит вакцину «Спутник Ви» полностью, признает ее, потому что уже вакцины вообще никому не нужны будут, потому что необходимость вакцинирования отпадает. Соответственно, отпадают все протесты против QR-кодов, отпадают все антиваксеры, потому что у всех есть антитела, у всех есть все. Спадают все-все-все ограничения на передвижение, перемещение, спадают ограничения на проведение массовых спортивных мероприятий, массовых увеселительных мероприятий. Откроются кафе и рестораны, люди начнут путешествовать. И в результате люди начнут, ну, есть такое понятие, как отложенный спрос, когда все было плохо, люди, конечно же, откладывали деньги, откладывали какие-то покупки, которые не совсем обязательны, и люди начнут сейчас тратить деньги, что приведет к росту экономики, наконец-то, и к росту экономик. И в результате экономики начнут расти, компании будут получать прибыль, и не надо будет уже печатать деньги, потому что, ну, можно будет останавливать от печатной станок, и можно будет говорить, что с пандемией мы справились. К чему это приведет? Ну, во-первых, значит, границы открываются, люди начинают путешествовать, начнется рост компаний, которые связаны с путешествиями, с туристическим сектором, наконец-то, они страшно упали, а далеко не все выдержали, даже, так сказать, некоторые закрылись, поэтому люди с радостью начнут путешествовать. Это приведет к росту авиаперелетов и к росту таких компаний, как Boeing, Airbus, и в России это Аэрофлот. Это, в свою очередь, приведет к росту цен на нефть, которая и так уже выросла, и спрос на нефть резко вырастет, что приведет к тому, что уже надо будет бороться с инфляцией, вот мы уже, так сказать, начинаем бороться с инфляцией, и в результате сланцевые компании нефтяные становятся, опять же, рентабельными, и они будут наращивать, конечно же, добычу нефти. ОПЕК, которая сократила добычу нефти в 2020 году очень резко, и внезапно все договорились, мы помним, что там даже нефть доходила до чуть ли не отрицательных значений, ОПЕК разморозит все-все-все ограничения на добычу нефти, разрешат Ирану нефтью торговать, ну, для того, чтобы сбить вот этот вот дикий рост и удовлетворить повышенный спрос на нефть, и начнут расти нефтяные компании. Ну, прежде всего, наверное, Роснефть, Газпром, на международном рынке Shell, BP, что там, ExxonMobil, вот, эти компании начнут расти, значит, добыча нефти растет, растет, значит, компании, которые трубопроводные, которые нефтепроводы, соответственно, Транснефть, моя любимая, которая у меня в портфеле, которая, так сказать, которая купила за 140, одну тысячу рублей всего одна акция, вот, она продолжит рост, и начнут расти такие компании туристические, как Carnival, прежде всего, которые, круизная компания, которая упала ниже некуда, начнет расти, начнут расти такие компании, как Booking.com, потому что люди начнут путешествовать, снимать, естественно, жилье, Airbnb, что там, Expedia, а Expedia, это тоже несколько агрегаторов, типа Booking, то есть, начнут расти, у меня в портфеле есть Host Hotels and Resources, начнет расти, наконец-то, ну, кроме авиакомпаний, которые я уже перечислил, нефтяных компаний, и трубопроводных компаний, все это тоже начнет расти, и все это приведет к значительному росту экономик, и можно будет остановить печатный станок, уже не так болезненно, и, ну, рост экономик будет, а рост фондового рынка, ну, наверное, уже будет не такой сильный, потому что он будет обусловлен уже просто экономическими причинами, все станет на свои места, экономика начнет работать. Что по поводу России? Смотрите, ну, Россия ведет, наконец, Северный поток-2, ну, потому что есть рост цен на газ, который тоже увеличится в цене, потому что, ну, все энергоносители повышаются, и, опять же, приток денег в Россию, и, что еще из благоприятного, я хочу перечислить, ну, в частности, с Россией, дело в том, что вы знаете, что есть напряжение между Россией и Украиной, которое вызвано там, но рядом факторов, это многим очень выгодно, на самом деле, и украинцы пытались, ну, этим как-то пользоваться, манипулировать, и они пытались очень активно привлечь к разрешению этого конфликта американцев, и пытались подружиться с Америкой, но, в общем, не очень хорошо. Это, с одной стороны, с другой стороны, смотрите, популярность Байдена тоже падает, так же, как и популярность, ну, скажем, Путина, так же, как и популярность Зеленского, и в результате усилий украинцев, ну, США проявили интерес какой-то, и начали смотреть, а в чем же там конфликт, и, значит, они посмотрели, так, Минские соглашения, говорят, у России, а почему вот тут с агрессией? Россия говорит, а потому что Украина не выполняет Минские соглашения, а дайте-ка почитаем Минские соглашения, они читают и говорят, слушайте, украинцам, а вы действительно не выполняете, ведь Минские соглашения, и давайте-ка вы их, ну, начинайте уже то, что подписали, исполнять, а там четко написано предоставление автономии этим мятежным областям, и начинают, как бы, давить, и восстанавливать нормандский процесс, говорят, что, ребята, ну, надо исполнять то, что подписали, а тут у Украины уже надвигаются какие-то президентские выборы, у Зеленского, как я уже сказал, падает рейтинг немножечко, и вот сегодня буквально возвращается Порошенко из-за рубежа в Украину, и напоминаю, что Минские соглашения подписал Порошенко, и есть очень большой соблазн у Зеленского, ну, во-первых, значит, американцы давят, может быть, и стоит подписать эти Минские соглашения и обвинить Порошенко в том, что это он таки, значит, подписал эти дурацкие соглашения и обвинить Порошенко в госизмене, на этой основе посадить его в тюрьму, то есть, всех собак повесить на Порошенко и, соответственно, убрать его из президентской гонки. после того, как эти Минские соглашения будут приняты, то есть, будет предоставлена автономия вот этим мятежным областям какая-то, значит, мяч окажется на стороне России, и следующим шагом, я повторяю, что это оптимистичные прогнозы, вот, и следующим шагом Россия должна будет передать границу Украине, то есть, как бы, мяч на стороне России, и Россия ничего не останется сделать, что, как бы, передать эту область, для этого вывести то, что там есть, если вдруг там что-то есть, хотя там ничего нет официально, вот, из российских войск, и что приведет к налаживанию, в общем, сказать, международных отношений, в результате, значит, рейтинг Зеленского поднимается, потому что мир, рейтинг Байдена повышается, потому что он миротворец, рейтинг Путина повышается, потому что он таки вынудил Украину подписать эти соглашения, исполнить Минские соглашения, то есть, все довольны, и Путин, естественно, потребует снятия различных санкций, санкции, между прочим, надоели всем, и напоминаю, что Америка и прочие страны, европейские, напечатали хреновую тучу денег, которые вызывают инфляцию, и которые надо куда-то девать, чтобы с этой инфляцией бороться, и поэтому, значит, Путин будет просить, сказать, ну вот, мы выполнили Минские соглашения, пора бы снимать санкции, и очень хороший повод для того, чтобы снять санкции, прежде всего, экономические санкции, снять с России, то есть, прежде всего, финансовые, и финансы потекут, во-первых, в Россию, снова, и финансы потекут в Украину, потому что они туда, ну, как бы, не очень хорошо идут, потому что там есть вероятность войны, и этого никто не хочет, и, соответственно, есть, ну, как бы, желание, и потребность, в общем-то сказать, куда-то купировать вот эти вот излишне напечатанные деньги, и вот она, пожалуйста, возможность помочь Украине, помочь России, значит, или снять с России санкции, и, соответственно, деньги потекут сюда, что немедленно приведет к росту национальных валют, как в России, так и в Украине, и к росту экономик, то есть, рубль укрепится, доллар упадет там до 68-65 рублей за доллар, и пойдут инвестиции сюда, инвестиции куда пойдут? Начнут строиться, естественно, новые производства, потому что там, в развитых странах, уже, ну, нечего строить, там все, так сказать, нормально, с производствами, там перепроизводство, а у нас начнут строить производство, но на производстве надо кому-то работать, а рабочих рук сейчас не хватает во всем мире, прежде всего, в США уже не хватает, в Европе не хватает, и в России уже тоже не хватает рабочих рук. к чему это приводит, к тому, что просто корпорации будут вынуждены повышать заработную плату. Смотрите, рубль растет, зарплата растет, значит, соответственно, благосостояние людей растет, Остапа понесло, вот, в результате рейтинг Путина, значит, растет, рейтинг Зеленского растет, рейтинг Байдена растет, все хорошо, и давайте вспомним, что произошло еще в Казахстане. Смотрите, у нас еще есть недовольство крайне результатами приватизации и крайним расслоением на богатых и бедных в России, и как интересно поступил президент Такаев, когда взял власть свои в руки, он сказал, что давайте создадим фонд специальный, и те, кто незаконно нажился, так сказать, ну, такая же модель, в принципе, как в России, значит, вокруг власти, значит, есть люди, которые пользуются всеми национальными богатствами, это в частности родственники, значит, приближенные Назарбаева, вот, и они незаконно, как бы, вроде как, получили эти богатства, и пусть они поделятся. Есть такие настроения и в России, и очень хорошая идея, значит, Такаев создал специальный фонд, и сказал, либо вы делитесь, значит, этими богатствами, то есть, отстегиваете добровольно туда, и мы снимаем с вас все претензии, вы можете работать по-прежнему, точно так же, я думаю, что и Россия может поступить, создать точно такой же фонд, по примеру, Такаева, по примеру, Казахстана, и сказать, что всякие Ротенберги, Сечины и так далее, должны поделиться частью своих богатств, ну, прежде всего, значит, задекларировать там, и так далее, амнистия капитала, мир, дружба, жвачка, значит, вы вносите фонд, который будет помогать населению, а раз население стало жить хорошо, то, в общем-то, не надо ему помогать, а фонд присвоит правительство, как обычно это происходит, но население будет довольно, потому что уже жизненный уровень вырос, и, в общем-то, воцаряется мир, дружба, все становится хорошо, и вообще снимаются все ограничения, и так, смотрите, значит, агрессия падает за счет того, что антиваксеры и ваксеры, так сказать, мирятся друг с другом, значит, люди начинают ходить в увеселительные заведения, путешествовать, общественным настроением повышается, люди начинают тратить на отложенные покупки в результате экономики, начинают расти, значит, с инфляцией надо бороться, поэтому, значит, минские соглашения подписываются, значит, идут деньги в Украину, в Россию, значит, это тоже помогает, это рейтинги повышаются, и для того, чтобы, оказывается, повысить рейтинги и совсем не обязательно воевать, можно мирным путем, и все будет классно, ну, вот такой вот у меня оптикистичный сценарий, вероятность которого я оцениваю, на самом деле, ну, тоже как и не самую большую, я думаю, что будет нечто посередине, о чем я расскажу в следующем видео, но я перечислил целый ряд факторов, я надеюсь, что хотя бы часть из них будет реализована, в частности, с вакцинами, со снятием ограничений, и... я надеюсь, что... ну, я надеюсь, на лучшее всегда, вот, ну, а что вы считаете, какой сценарий будет реализован, негативный или позитивный, скорее, о том, какой сценарий наиболее реален, на мой взгляд, я расскажу в следующем видео, на сегодня все, спасибо за внимание, лайк, подписка, и... до встречи, с вами был Деменков Григорьев. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok